ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ехал. Так, я запустился в прямом эфире. Тут небольшая... Так, в общем, сейчас возьму комментарий. Я просто немного заговариваюсь, потому что не то скопировал. Я не знаю, но я думаю, подводка правильная. Мы находимся возле моста Гордумы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Мы находимся возле моста Гордумы, где проходит серия одиночных пикетов. Позор власти, которая не слышит своих граждан, написано на плакате. Скажите, почему вы пришли сегодня к моста Гордумы и встали в пикет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам надоел беспредел, который творится в жилищной сфере. Очередники с прошлого века вынуждены мариноваться в очереди. Очередники до 2005 года, очередники после 2005 года. И раньше была еще очередь НВС, которую обнулили. 28 декабря 2016 года в Мосгордуме, вышенком Единорозом, был принят 55-й закон, по которому очередников НВС поставили в конец общей очереди жилищного учета. Что, соответственно, не дойдет очереди до них никогда, потому что общая очередь постоянно пополняется. Тогда, на тот момент, очередников НВС было порядка 12 тысяч семей, это около 55 тысяч человек. Соответственно, многие даже не знают, что их очередь таким образом обнулили, замариновали. А в чем ваша проблема? Вы расскажите, допустим, где вы живете, почему вы решили, что конкретно у вас... Конкретно по моей ситуации, я являюсь мамой пяти несовершеннолетних детей. С 2013 года государство предложило нам встать на очередь нуждающихся в содействии. Вот эту очередь. На тот момент было четверо детей. И нам сотрудники, тогда был департамент жилищной политики, заверили, что по этой очереди год максимум два, и мы сможем улучшить наши жилищные условия. Для многодетных предоставлялась государством стопроцентная субсидия, но люди не многодетные могли встать на эту очередь и добавить свои личные средства для улучшения жилищных условий. Было отдельное финансирование бюджета, отдельное от других очередников, да, социальщиков. Ну вот, как мы видим, что законы у нас, к сожалению, принимаются не для помощи людей, а для экономии бюджета, видимо, для очередных бордюров, акваскотек и всего остального. Вот, получается, мы живем в семье родителей, в квартире родителей, 58,8 квадратных метров. По факту мы три разные семьи. Семья родителей, семья моя многодетная, и семья моей сестры, которые не являются многодетными, не являются малой души. Но по 29-му закону, который, опять-таки, приняли по распоряжению мэра большинством Мосгордуми, из закона убрали понятие «разные семьи». Раньше 22-й закон был от 15 января 2003 года. Был закон, по которому разные семьи, проживающие в одной квартире, могли встать на разные очереди льготные. Многодетные на свою была отдельная льготная категория очередников многодетных. И у нас есть ответ. От 2014 года среди многодетных мы были 1454-ми в очереди НВС. А уже там в 2018 году мы стали 6836-ми. В какую сторону движется очередь, большой вопрос. И хочу напомнить, что все-таки мы социальное государство, и все наши недра, блага должны быть направлены на решение и помощь людям, гражданам, налогоплательщикам. Но мы видим, что по особым распоряжениям мэр выделяет квартиры чиновникам, в частности, делала Щербакова, тоже посмотрите, в интернете есть расследование, ему в доме, построенном на бюджетные средства, была выделена квартира 80 квадратных метров в то время, когда он не являлся ни москвичом, ни очередником, ни многодетным. Ему просто по особому распоряжению выделяются квартиры по заниженной стоимости в 4 с копейками миллионов рублей. И он эту квартиру продает через месяц за 21 миллион рублей. То есть на лицо мы видим коррупционную составляющую. Вопросы. Это, скорее всего, была дана ему взятка за какое-то молчание. А что конкретно вы хотели бы добиться? Вот ваши требования. Наши требования, чтобы вернули льготную категорию многодетной семьи. По 271-му постановлению его расширили на всех многодетных семей, потому что землю в нашем государстве многодетным семьям в Москве не выделяют, так как ее якобы нет свободной земли от третьих лиц. Не придумали для 271-го постановления, но чтобы получить компенсацию за землю, нужно встать на жилищный учет, а так как приписывают всех родственников прописанных, это невозможно для многодетной семьи. И приписывают встать на жилищный учет, и надо быть вписан малым мужчиной. Хотя земля предназначена только для многодетных семей. Я считаю, это дискриминацией. Мы просим расширить эти первые постановления на все многодетные семьи по заявлению, если им нужна компенсация. Не обязательно на жилье, можно воспользоваться этой компенсацией. Если землю не даете, допустим, многодетной семье очень нужен автомобиль. Пусть он будет отечественный, но сделайте эту компенсацию и сделайте ее во благо людям, а не ставьте припоны и палки в колеса, только чтобы все инструменты, которые предлагает на данный момент государство, я, москвичка с высшим образованием, платящая налоги, не могу ни одним воспользоваться. Даже льготной ипотекой, которая действует с 1 января 2018 года, так называемая льготная ипотека. Пятый ребенок у нас родился в декабре 2017 года. Соответственно, мы уже не подпадаем. И даже нам эта льготная ипотека, она не под силу. Муж, да, экономерный вопрос, да, муж ввязался в палитную ипотеку. Поэтому мы опять-таки видим, да, что никакой защиты от помощи государства мы не видим. Спасибо. Хотим справедливости. Спасибо. Я обычно вижу на Куштинской площади. Сегодня не на Куштинской площади, а на Страстном бульваре. Почему? Почему? Можно задать вам вопрос? Почему у руля скоты, которые не занимаются своими должностными обязанностями, и подводят людей так, что просто слов не хватает. И если в какой-то степени я их ругаю, так, по-моему, этого мало. Надо уже бить по голове. Мне понравилось, допустим, выступление, вернее, встреча Володина с 90-летней пенсионеркой, которая сказала, в следующий раз палкой буду бить. И как вы умудряетесь скоты, как его, инфляция 5,8, а у нее гробовые под 3,5 процента. Саша, расскажи, почему ты выходишь в протест, потому что у тебя нет жилья, потому что тебя с очереди и не дают протеку. Скажи про это. Так подождите, надо же связать одно с другим. Значит, для пропаганды своей, для продвижения своих интересов корыстных, для того, чтобы сидеть у кормушки, Володин разъезжает, катается и беседует с пенсионерами. Вот на это у них и сил, и денег хватает. Собянину лично так 99 миллионов хочет предназначить удовольствие тем, кто пользуется метро на какие-то духи, не духи, а какие-то запахи для метро. 99 миллионов. Больной конкретно. Но если говорить о том, что на бордюры и плитку разварную 100 миллиардов на этот год выделили, а на жилье только 9 миллиардов, скажите, пожалуйста. Притом эти 9 миллиардов обеспечивают 5% очередников на сегодняшний день. И если по 5% каждый год 50 тысяч очередников, через сколько лет получат жилье? Это безмозглые, тупорылые наши начальства, которые мне, к примеру, я вам приведу свой личный пример. С 2004 года я многодетный. Правда, благодаря бюрократии нашей я в 2005-м стал в очередь. И что самое интересное, что после 1 апреля, 18 числа я стал. С тех пор мне ничего не выделяют. Тем более, что я даже обращался к этому Собянину. К мэру. И не только. Я был и приемный президент, а все от одной имамы все родились. Мне сказал Краснов, такой был приемный президент. Вы что, пришли к Путину, чтобы он вам квартиру дал? Я говорю, нет, я пришел для того, чтобы он, как работодатель, дал команду и проследил, чем занимается тот же Собянин. Вот, это первое. Коль он мне сказал, что к Собянину, я обратился к Собянину с таким письмом. Сергей Семенович, хватит заниматься ерундой. А именно, обманывать людей на каждом шагу и пиариться тем, что заботится о Москве и москвичах. В то время, когда у меня семья по 3 квадратных метра жилой площади, в коммуналке по 3 квадратных метра жилой площади, на каждого члена семьи. А вашей дочке 308 квадратных метра мало, а мне 3 квадратных метра много. В тюрьме-то по 4 квадратных метра выделяется. А многодет нам, оказывается, нет. Я, во-первых, хочу сказать, что я сам по себе-то не халявщик. Я обращался во все банки на тот момент за получением кредита, для того, чтобы приобрести, улучшить жилищные условия. Вот после этого только я пошел и стал платить на жилье. Но, тем не менее, отписки постоянно от всех, без исключения. Они что, тупые совсем? Что они мне пишут? Какой порядок получения, какой порядок постановления в очередь? Что есть, открыли электронный какой-то портал, по которому можно обращаться, и вы получите всю информацию о Москве. Слушайте, я что, это прошу? Я прошу помочь, неважно по какой программе. И тем более, что они, я, значит, стал на улучшение жилищных условий. Мне сказали, если вы хотите, послали такую бумажечку, это с департамента городского университета. Если вы хотите ускорить улучшение жилищных условий, перепишите заявление на... На субсидию. Что я и сделал, и что? Ничего, да? Ничего равным счетом. Вы такой-то в очереди, самое интересное мне. И поразил тот факт. У меня есть там бумага, целый чемодан. Значит, я был поначалу с трехтысячной. Спустя несколько лет я стал шеститысячным на очереди. А сейчас, даже не знаю, был, обращался на консультацию в департамент городского университета. Говорит, а вам вроде и не положено вообще. Вообще, скоты у руля. Вы понимаете? Скоты, скажите, пожалуйста, с 2014 года в комнате 18 квадратных метров 6 человек, да, в коммуналке, в одной комнате. Это нормально? И они одни отписки пишут, потому что мы видели. Вот я не только возмущен, я вспоминаю эту главу, которая говорила с этим, как, с Володиной. И говорит, как так можно, не горит ли я, обворовывать народ с этой, как, с инфляцией и проценты на ее гробовые только 3,5%. Я не понимаю. Власть просто уничтожает Россию матовскую и российский народ. Парфенов, депутат Государственной Думы, был в Чехии или в Словакии, неважно, где, вот, за его стороной был Сбербанк. Говорит, мне говорили, что наш Сбербанк, гражданам, в Чехии, в Чехии, в Чехии это, да, так вот, как 2,5% когда вы выделяете ипотечный кредит, а у нас, простите меня, за счастье многодетным, ясное дело, и малоимущим, под 6,5%. Это какое-то, какое достижение. Хотя, это самое, ниже 9,5% никогда и не было, это самое, ипотечных кредитов. И, это самое, уничтожает, просто народ. В Кабалу, это самое, сажает людей, граждан России, а делаются и стараются для Запада. Если говорить о газе, о газе, Владимир Владимирович, ну, болтун, я так могу сказать, потому что болтать только и ничего не делать, простите, говорить, обещать и ничего не делать, это может только болтун. И они, по-моему, все одним, помазаны одними тем же, обещания только и ничего не делаются. Газифицировать с 6-го года, по сегодняшний день, не газифицируют ничего. 40%, насколько мне известно, 40% городов в России, МАЦ, городок, отапливается мазутом и этим, и углем. Хотите, когда мы торгуем газом, и еще газ отдают в Европу, отправляют, да, и понижают все это. Как я понимаю, на получение квартиры, но ничего... Нет, я не в очереди, стою меня несколько иная ситуация. У меня, как бы, я живу уже в квартире с 13-го года, была вселена моими родственниками, да, и когда они пытались меня зарегистрировать, то есть я была вселена как член семьи, с их согласием, и все как положено. Хотели перерегистрировать, зарегистрировать меня в этой квартире и переоформить договор в социальное МДГ, и отказала им в это. Потом начали просить приватизацию, и, ну, произошли трагические события, и мои родственники погибли. Я продолжила жить в этой квартире, у меня маленький ребенок. Мы подали иск сначала к ДГИ о признании приватизации завершенной, потому что она была очень завершена, осталось, там бывали какие-то ситуации. Нам отказали, это был иск с 16-го по 18-й год. Это были судья за избирательство, куда-то преверховнуло сюда, и везде получили отказ. Потом я подала иск, опять же, к ДГИ о признании меня членом семьи, и, соответственно, основание этого для заключения договора социального МДГ и регистрации меняемого импульса в сборной квартире. Ну, соответственно, ДГИ подали встречный иск о нашем поселении, и, в общем-то, суд удовлетворил их иск. Практика такова, что с 2015-го года все суды с ДГИ удовлетворяются в пользу ДГИ. В зависимости они... Я даже знаю почему, потому что они, сволочи, обеспечивают жильем, которое должны были получить вы, мы и многие очередники. Да, у меня нет, мне не надо, я ничего, я не прошу новую квартиру, я прошу зарегистрировать меня в той квартире, которая есть. Эта квартира... Тем более живете там, не один урод, родились там. Мой родственник полковник, военный, он прошел две чеченские кампании, у него куча знамен, куча... Это плюс ко всему. А вообще, а вообще, нет никакой логики в этих решениях, и судебных, и в решениях ДГИ. Это скоты. Если вы считаете, что я их оскорбляю, простите, их убить мало. За такие преступления, потому что это не работа, и не выполнение своих должностных обязанностей, а издевательство и убийство народа. И что самое интересное, Владимир Владимирович, он вроде бы гарант конституции, не принимает никакие меры таким поддонком, потому что иначе не назовешь. И вы знаете, я все вспоминаю, как называли его убийцей. Вы знаете, на то похоже, потому что он окружил себя убийцами. И сам убийца, и убийца, если его так называют. Я так полагаю. Конечно, очень печально, этим не горжусь. Я очень сожалею о том, что я озвучиваю то, что я озвучиваю. Но у меня знакомая, простите меня, с инвалидом, с какого-то бывшего общежития, ну это... Или есть документы на это... Выселяют на улицу. Это какие скоты. Выселяют. И департамент городского имущества. Вас убить мало. Вы построили на набережной... Как она называется? Дополь. На Садовнической набережной. Разрушили, убили, уничтожили памятник архитектуры. Ресин заявил, что это мы для чередников. Жилье социальное построим. И построили этот дом. И получили все, кому угодно. Те, которые в очереди не состояли. Получили даже ее очередники. И вот вас будут выселять. Потому что скоты у руля. Никакой логи вообще безмозглые решения принимаются. Что судами, что департаментом городского имущества. Вот почему не судят и не выселяют вот этих вот людей, которые заселили их. Кстати, департамент городского имущества. Их. Пускайте. Поменяем. Пусть они идут в вашу квартиру, в общежитие, откуда они выселяют. И живут там. А нам уступят свое жилье. Я не говорю, что именно вам. Мои квартиры меня никто никуда не выселят. Никогда. Да, но что вы бегаете? Почему вы должны бегать и нервы отлипать? Почему вас убивают за собственное жилье? За законное ваше жилье. Вас же убивают. Вы мне можете ответить? Нет, вот и я говорю, что так нельзя. Это не логики, простите меня. Никакой законности. Просто уничтожение народа. Все. Выселяют на улицу в никуда. Вы знаете, я поражаюсь еще тому, что росгвардейцы нас бьют дубинками на каких-либо... На митингах. Бьют дубинками. Их самих тоже выселяют. Вот они жили в каком-то служебном, что ли, помещении. Вот. Другого не было, да? Жили там, прожили, вышли на печи и гоняют на улицу. Что не можем... Что нельзя понять, что... Никто не застрахован от этого. Выселяют на улицу, потому что ведь для нас служебная. Я ничего не знаю. Я выясню, что дайте куда пойти. Нет на улицу. Вот такие скоты у рулят. К сожалению, были. И я думаю, что если мы только пока выходим, наступит за день и час, когда надо будет, как бабка сказала, что... Говорит, в следующий раз я с тобой встречусь. Я, говорит, балку. Балкой. Я думал, с плакатом просто. Я могу с плакатом встать, не проблема. Ну, можно так, ладно. А разницы нет, в принципе, чё. По какому поводу вы пришли сегодня к Мосгордуме? Меня выселили из муниципальной квартиры в городе Москве. Департамент Графтога и имущества совершил должностное преступление. То есть издал договор социального найма, заключил договор социального найма с недееспособным человеком, заснятым с регистрационного учёта, преднамеренно, для того, чтобы аннулировать потом наш договор социального найма и признать нас неприобретшими право выселить из этой квартиры в никуда и снять регистрационного учёта. У меня семья многодетная, у меня трое ещё несовершеннолетних детей и отец инвалид в городе. Затем они применяли к нам административный ресурс, всяко по возможности, как можно. Просто в этой квартире остался проживать мой отец, который в данной квартире не был зарегистрирован. И они хотели его без бута и следствия просто высвить наук. Но, соответственно, я им этого не разрешила, потому что писала во все органы жалоба и обращения. И что они сделали? Они в 2018 году берут и блокируют, борются в свой счёт, что мы не можем производить оплату коммунальных платежей. А на каком основании что было предлогом? Ничего пока. Я обращаюсь с жалобой в жилищник, в МПЦ Алексеевского района предоставить мне платёжные педанции для того, чтобы я произвела оплату. Ну как, на каком основании? Я же выселена, я должна освободить занимаемое помещение. Они считают. Они считают решение законным, а я считаю решение незаконным. И, соответственно, я его исполнять не собираюсь. Тем более, в этой квартире на настоящий момент проживает отец, как и говорит, причём так же должно быть и по-другому, никак по-другому. Я пишу обращение, мне присылают отказ предоставления платёжных педанций на основании того, что я не являюсь собственником и нанимателем. То есть получается, что жилищник и МПЦ открыто причиняют вред казне, значительный вред казне города Москвы, не беря с меня констальных платежей. Это растрата, потому что укрепление 16-го года полномочия в чистом виде. Я обращаюсь к прокуратуре. Прокуратура, соответственно, не реагирует на моё обращение. И я вынуждена была подать в киску суда сама о понуждении к выдаче платёжных педанций. В настоящий момент мы находимся на рассмотрении в суде. На 1 июня назначено судебное заседание. Суд как можно дольше затягивает процесс. Какое бы решение ни было вынесено, в мою пользу или в мою пользу, оно в любом случае будет абсурдно. И вина будет доказана именно судом вот этих вот групп учреждений. Что делают они в управлении себя? Они подают на меня сообщение о преступлении. И завтра я приглашена на допрос. То есть у меня пытаются воспринимать уголовное дело в статье 330-й самоуправства за то, что я не исполняю решение суда и не оплачиваю по данному подержину на все грехи в орган. Оплатить я не могу. Я просто не имею возможности. Кому я должна заплатить? То есть никогда не отказываюсь. Не отказываюсь. Действительно, я вела эту переписьму. Но они не хотят. Для чего они это делают? Они не хотят подтвердить факт моего проживания на все это время. Поэтому они не выдают платежные квитанции. То есть они готовы получить денежные средства, но без платежных квитанций. Это меня неизвестно. Чем все это закончится, неизвестно. Я полагаю, может дойти до абсурда, что и робкое дело в исполнении уголовных. Какой угодно. У нас уголовный кодекс большой. Статей уже много. Если есть желание, то они это сделают. То есть административный ресурс применяется ежедневно практически на протяжении шести месяцев. Все взаимосвязаны. Покуратура, судебные приставы, органы опеки, попечительства, жилищник, вот тот же суды. То есть нас просто всех произвольно лишают жилья. И если, уважаемые граждане, жители города Москвы, вы думаете, что с вами такого не может произойти, и что это история на грани фантастики, то вы глубоко ошибаетесь. Произойти с любым человеком, с любым гражданином Российской Федерации вы можете быть производить или лишены жилья на основании якобы законного решения. Спасибо. Благодаря вам, вообще, прессе, я думаю, что можно будет одновременно о нашей руководителе, о которой я называю Дом, гибилось. Потому что если головой думать, даже не надо быть депутатом. Если головой думать, не надо быть должным лицом. Думать головой, а не задницей, простите, как они делают здесь. Не было бы вот таких вот похождения, столько возмущений, столько обезболенных в такой богатой стране. Ну, о чем? Ну, о чем? Ну, я не буду далеко ходить. Наш Путин все прекрасно понимает, надеюсь. Но делает вот именно, как соответствует его, собственно, названию. Ну, назвали-то его убийцей. Почему? Потому что им, участникам Великой Отечественной войны, на 9 мая, дали по 10 тысяч, вы понимаете, кость собаки, да? В то время, когда участникам этой же войны, но в Узбекистане в 14 раз больше, по 140 тысяч. В Казахстане 170, простите, в 17 раз больше. Так Владимир Владимирович, если вы не убийца, кто вы? Если вы такое внимание уделяете, внимание, участникам Великой Отечественной войны, которых осталось, ну, что там, по пальцам перестать, ну, как так можно? Очнитесь, опомнитесь, одумайтесь, потому что то, все, что вы делаете, это, как бы, рубка, сука, на котором вы сидите. Ну, так нельзя, что об этом, говорить и говорить, я на этом только останавливаюсь. По-моему, вы ждете, чтобы получили от этой бабки, 90-летней, палкой погорбить. Ну, только так, такими методами, что ли, можно приобрести справедливость. Когда она будет? И почему ее нет? И почему обещание, и не выполнение ваших обещаний? О, приехала полиция. Приехала полиция. Да, сотрудники полиции, да, присутствуют. Опять, если говорим о проблеме общежития, это достарелая, тяжелая проблема, которую чиновники не хотят решать, они от нее отмахиваются, как будто ее не существует. Мы говорим постоянно об этом, наверное, всех принятий бюджета. В Мосгордуме этот вопрос постоянно принимаем. Пишем сотни обращений. В партнерах городского имущества, мэру Москвы. Проблема не решается. Вообще никак. Я три года назад стал председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она обещала принять меры, обратилась к мэру, мэр в счет ответил. Потому что ни одно общежитие с тех пор не было исцелено в новая квартира, в новое жилье. И без оснований люди полагают, что то жилье, которое должны были построить для жителей, общежителей, давно захвачено другими людьми. И, в первую очередь, самими человеками. И невозможно отмахиваться от этой версии, поскольку слишком уж жестко закатанным асфальтам темы. Вы не можете ответить, почему они не хотят принимать меры к такому безобразию? Может быть, потому что они думают не головой, а задницей? Потому что они дебилы? Потому что логики я в этих движениях не вижу? Мне семьи, два года, простите меня. Я не имею времени на расставку, как говорил сам Владимир Владимирович. Поэтому говорю правду сейчас, пока я жив. Что вы скажете? Что касается умственных способностей, я не думаю, что это главная проблема. Главная проблема здесь, видимо, корысти. Чем думают? Проблема общежития у чиновников не нагружена финансовым материальным интересам. Это не реновация, когда можно расчистить земельные участки под новое строительство и на этом получить всевозможные откаты и дивиденды и так далее. Здесь надо просто потратить деньги из бюджета на строительство новых домов. Их строить их надо где-то в каком-то месте. Земли жалко для такой цели, которая не приносит больших доходов. Поэтому вот такое отношение. Скажите, пожалуйста, а из Единой России ваши коллеги возмущены тем, что творят? Нет, Единой России не возмущены, они вместе с властями это творят, поэтому возмущаться им совершенно... Спасибо, спасибо. Еще такой вопрос. Скажите, наши депутаты, ваши коллеги живут в загородных домах построить? Нет, наши нет. А ты что, Государственная Дума там живет? Нет, там живут депутаты Единой России. Но от Городской Думы нет никого? От Городской Думы нет. Так они там живут. Конечно, им насрать, простите меня, на все беды, на все проблемы людей. Поэтому вы смотрели эту встречу у пенсионерки с Володиной? Смотрели? Так бабку надо или палку от бабки дать по голове уже, чтобы они восприняли то, что творится. По голове посадят на 10 лет. Вот так они делают скоты. Сами, самих-то их наказали штрафом, да? Я уже устраиваю. Ну, а тем более. А, скоповали бы, все. Скоповали кого-нибудь, нравится. И вот те, кто... И два, и два, и два. Никого не брали. Что можно на это чувствовать? Скоты у руля? Тварь. Только для себя. Напомню, что возле Мосгордумы проходят пикеты очередников, жителей общежитий, которых не переселяют, и других граждан Москвы, у которых проблемы с жильем. Они называют себя бездомный полк Москвы. Смотрите, у нас Олимпиня, которая только что стояла в пикете, это подполковник Син. Она координатор огромного движения бездомный полк Син. И после круглого стола, который был 20 мая на базе Мосгордумы, на двух человек сразу было нападение. На нее завели уголовное дело. Женя, ты сказала Сергею Сергеевичу, какое уголовное дело на тебя завели после круглого стола именно? Мы пригласили на допрос. Как мне пояснили следователи ВД Алексеевского района, которые рассказали о том, что вообще по инициативе ходатайской прокуратуры в Станутинском районе, но эти документы лежали 24 марта, но только после проведения круглого стола они решили активизироваться. И, в результате, сказали пригласить обозначение, я отказалась отдащить, призавшую, и не на ползу, и рекомендают, и уберите уголовное дело в отношении меня, когда детричество лица, так и с собой властей, что я не выполняю решение труда, и не оплачиваю коммунальные протяжения. Коммунальные протяжения я не могу оплачивать в физическом месте, потому что мне оплатили без своих журнений. И мне платить просто нет. И об этом я уже 20-го века подала отписываться в основные с декута принуждения к выдаче мне платежных документов. В результате они решили себя быстренько обезопасить и подать на меня сообщение о преступлении. Поэтому чем-то закончится, я не знаю. Конечно, прошу помощи и поддержки, потому что это полный абсурдный эксперимент, который, в принципе, может произойти с каждым из вас. А прокуратура, вы не в курсе? Кто в курсе, пожалуйста, сообщите мне. На ролике Навального, где он разоблачает воровство и коррупцию? Сейчас. Прокуратура принимает какие-то меры? На руку сойдет? Нет. Нормально. Сейчас мы массово выступим и расшевелим прокуратуру. Сергей Сергеевич, можно мы поговорить? Да, можно мы. Лично. У меня с маленькой документом выселяется квартира, хотя не хотят предупреждать договор о своем. Квартира есть, а не проблема. Я прошу у законов проживания в этой квартире. Здесь все документы собраны. И апелляция, и решение суда, и обращение в документы. Спасибо. Да, я живу в Иринограде с 15-го года. Я в Парамске. Вас решили убить, коль не выселяетесь. Вы понимаете? Да, есть, как я в стране, почему-то не могу. В конституции, в конституции хорошо нам опасно для всех, но выполнение только надо. Рассказываешь. Все инструменты, которые предлагает государство, наши молодецкие семьи отбедутся на линии детей, ни одним отбедутся не можно. Везде полки колеса. На компенсацию задействовать не можем. Учить лишние условия, как НВС, наезжающие задействие не можем. Кстати, на жилищный учет отдельно. В Курдуме, оказывается, приняли по распоряжению мэра закон, и законно украли формулировку разные семьи. Теперь мы все одна большая душная семья, и, соответственно, мы не можем встать в отдельности на очередь. Исполнительные органы власти Курдина заявляют, что они не применяют действующие пункты действующего законодательства о выделении группы членов семьи на деле в группы программы. Беспредел. В 2013 году мы пыкаемся, маяемся. В одной комнате шесть человек. Дети старшими ребенками уже 18 лет в этом году. Сейчас в июне уже исполнится. Сергей Федорович, мы непосредственно с Ириной, как координаторы направлений, мы выделили 16 типов видов кражи жилья. В Госдуме их проэкспертировали, сказали, что действительно это направление, по которому массовое обращение идет за человеком Госдуму, другим правозащитником. Два месяца назад мы были в приемной по Потяевой, это со стороны Успенского переулка, мы входили именно внутрь Мой Госдумы. И это с требованием приема лидеров направлений, на продажах групп по теме жилья беспредела. Но до сих пор прием она не осуществила, и она даже отсутствовала на прямом спале. Но она ковидом болела. Но это не... Да, 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 да. Сейчас мы знаем, что ли. Это первое требование, которое не исполнено. Второе. Мы видели, что вокруг Листов, мэрия, которая обеспечивает весь город, всем, чем только можно, не могла себе обеспечить прямой эфир. Нормальный свет. Да, да, да. Это, само собой, что это провокация, мы еще на это, потому что, мэрия тотально и системно пройдет жилье горожан. Вы видите, вы постоянно выезжаете на горячие точки, там, где людей выкидывают физически, нарушая традиционное государственное международное правило для красоты жилища. У нас за академию жилища Любу Сотболь судят, но никого больше другого, как мы видим, пристава. Да, да, да. И просьба помочь в обеспечении встречи с Потяевой. Мы также требовали встречи с Москальковой. Также потребовали... Олег, посвятил. Сейчас, посвятил. Что касается Москальковой, я вам скажу. Ее хорошо знает Караулов. Она за Навального недавно заступалась, говорила, что у него там со здоровьем переживала. Да вы что? Слава Богу, проснулась. Но дело в том, что на мои обращения буквально никогда не отвечали. И если дали мне ответ, так такой ответ, что дело Платошкина под контролем. Простите меня, я об этом не полцвоба. Мы все под контролем. Нет, я не просил проверить и взять под контроль. А именно принять все меры к тому, чтобы освободить его, потому что его права как гражданина все буквально нарушены. На самом высочайшем городе. И прокуратура занимается черт не знает еще чем. Вы потом скажете про политических ученых. Мы все против политических репрессий политических ученых. Но мы видим, как репрессии людей обычных, которые вне политики, которые все кричат, мы вне политики. Я тоже была вне политики. Политики послушались ко мне. Я живу на Измайловских барахах, которые до сих пор не расстелили. Сергей Сергеевич не раз был в Измайлова. Защищал учителей Измайловских барахов с момента обстоятельствования. Он первый приехал на Измайловские барахи. Он первый написал про Измайловские барахи. И мы видим, что все обещания, все гарантии мэра, ядросов, видных ядросов, как Петр Толстой, Вячеслав Володин, не исполняются на примере Измайловских барахов. Правительство Москвы, я пообщалась с каждым противом членам проектов Москвы, они все клятвенно обещали переселение жителей Измайловских барахов в первый стартовый дом в Измайлово. Стартовый дом построен. Туда переселяются жители крепких, в Хрущево, жители Измайловских барахов, проживают в условии невозможности самоизоляции, то, что они называют пандемией. Хотя это никакая не пандемия, само собой. Но, тем не менее, они заявляют пандемию, они арестовывают и трешат людей в метро, шрахуя их на 5 тысяч на то, что отсутят какие-то там перчатки, которые не нужны в метро. Вредны. Вредны, они вредны, да. Они, наоборот, провоцируют заболевание. Но никакой реакции по расселению, как из Малтифорта, так и из других, непригодных для наживания помещений, там их придольного тела, бывших ведомственных общежитий, которые незаконно предпочитают к численной коммунитации, перевели в МКД, жители коммуналок, жители переплотненных квартир, в которых проживают очередники. Никакой реакции по мэрии нет. Мэрия крадет жилье. Мы выявили, благодаря как политикам, так и журналистам системные виды, схемы кражи жилья мэрии, как они в наглую публикуют на сайте мэрии о том, как они получают бюджетный дом, то есть на баланс города, тут же переводят в компанию, которая начинает торговать этим жильем, вместо предоставления очередникам, на свободном рынке. То есть наживаясь на этом, не переводя, эти деньги в речет города Москвы. То есть мошенничество длится десятилетиями. Ну вот мне Ирина передала, значит, вышла моя публикация, посмотрите, на сайте 7 на 7, берите, Аверина и Юлия обескровленные. Я там перечисляю 16 видов красного жилья, которые подтверждены в Госдуме. Я непосредственно вот эту газету передавала в Госдуме в день послания президента Федеральному собранию в конце апреля, непосредственно вот эту статью в этой газете, множество видных, известных депутатов Госдумы, такому как Макаров, такому как представители ЛДПР замечательной Ярослав Милов передавала Зюганову лично в руки все это давала. То есть и мы видим, как после заседания Круглого стола на базе Музбурдумы 20 мая сполошилось вот это болото, представители которого и, так сказать, устраивали вот это геноцидище не только в Москве, но и во всей стране, хотя по системам жилье. Сполошилось, оно, начались публикации достали старые публикации каких-то очень известных провластных блогеров, тут же подняли вопрос о том, что надо протаскивать закон о найме, мы называем его закон об обомжевании миллионов, когда по этому закону в Казахстане обездомливают сейчас беспрепятственно людей. Мы в момент внесения этого закона в Госдуму категорически возражали против, требовали наложения вета президентам, но до сих пор вета не наложено и опять его поднимают из заказников Госдумы и пытаются протащить. Мы категорически против этого закона. Номер закона сейчас Евгения настаёт. Женя, посмотри, пожалуйста, номер закона об обомжевании. Сейчас номер закона назовёшь, чтобы точно те, кто понимает, поняли, о чём речь. И никакие наши усилия, это многолетние, десятилетиями ходят, обивают пороги. Но для чего чиновники учредили такое безобразие, как обивание порогов людьми именно десятилетиями? Для того, чтобы люди выматывались, расходовали свои физические средства, расходовали материальные ресурсы, все виды ресурсов, временные, чтобы люди истощались именно в этом круговороте воровства и лжи. К сожалению, это Саша правда. И то, что сейчас чиновники на каждом заседании поднимают тему отрицательного роста, как я говорю, это правда неправильно, падение демографии, через каждое слово на каждом заседании высших органов власти вы это слышите. Почему же у нас такое страшное падение демографии? Из-за того, что у нас по заявлениям правозащитников больше полудесятка миллионов обездомленных вот здесь много люди стоят в которых нет прописки в которых прописка вымырано через договорные судилища Сергей Сергеевич подтвердит как людей обездомливают в Москве выкидывая то есть людей заселяли на основаниях документов исполнительной власти а сейчас выкидывают прокомментируйте Сергей Сергеевич Тоже на основании отмежно решать всеместное идет зачистка общежития людей которые там живут в соответствии с ранее полученными ими документами они конечно же устарели эти документы еще с советских времен эти документы теперь никто не признает и на основании того что эти документы для чиновников ничего не значит людей выпрасывают мы конечно пытаемся этому спротивляться иногда удачно получается иногда нет но такой процесс зачистки идет есть еще ситуация когда частным конторам живут общежития вот например Ставропольская 17 Мира пытается ректор всякими способами людей оттуда выдавить перерезает трубы канализации чтобы все заливали подвалы они подумают все разгребают отрезают газовые трубы не просто издеваются цель не просто поиздеваться цель заставить их выехать вот для того что приезжают какие-то ряженые приставы изображают у себя приставов явно либо подрабатывают приставы таким образом с автозаками и говорят мы сейчас пересели туда не говорят вот такие то есть какой-то превращается все в какой-то абсурдный кошмар для людей и показывает что власти намерены эту категорию людей просто уничтожить которая сейчас же работает надо собирать людей мирными акциями воздействия на власть. Так они запрещены, этими же скотами, этим собранием. Мы же здесь собрались здесь. Совет и Федерация меня за такое собрание забрали. Забрали и оштрафовали. А сейчас-то не забирают? Да, сейчас надо радовать. Так что, бывает, есть шанс. Это бороться. Сергей Сергеевич, какие наши завершенные с вами, так что действия. Дело в том, что насилие над людьми происходят, да, вчера под нападение, приемное дело на Евгению, то есть насильственными и сомневающими методами, эти преступники мэрии продолжают прешить людей, то есть уничтожая их жизнь, уничтожая базовые права и нарушая Конституцию. В том, что, в первой статье Конституции сказано, что государство обязано исполнять промышленные граждане, улучшать их благосостояние. Но государство в виде честного не легкого в московский мэрии, в том числе, наоборот, геноцидят, издеваются, уничтожают члены людей. Что мы дальше с вами можем сделать? Надо повторять вот эти попытки массовых акций, какие-то, и непосредственно в самих общежитиях, и в центрах здесь, нужно собирать на них людей побольше. А на законодательном уровне можно как-то это прописать? На законодательном уровне ничего сделать нельзя, потому что там сидит единая Россия. Это бессмысленное занятие. Можно только для пиара внести какие-то поправки в законодательство, чтобы их провалили, но при этом пошуметь. Это можно. В принципе, я и не против. Поднять эту тему? Да, поднять. Можно, конечно. Но как это сделать, надо продолжать. Действительно, давайте попробуем, может быть, какую-то инициативу. Первая инициатива то, что невозможно самоизолироваться, тем более домопредованного типа, но нужно вызовывать коммуналков. То есть, первое, о чем они отвечают, что они штрафуют деятельность какие-то перчаточные, которые не нужны абсолютно в метро. И здесь у нас... К сожалению, здесь инициатива не получится, потому что это распоряжение на уровне законных актов. Здесь... Закон здесь ничего не внесет. Закон ничего этого не устанавливает. Это чиновники своими распоряжениями. Мэр и... Еще один момент. У нас был замечательный главный сетят в Международном Комне, в Белевском участке, на заседаниях говорить о проблемах в сетерном счете первых общежитий, очередников. И недавно Елена Ямчук сделала запрос в счетную палату города Москвы, чтобы достали по этому запросу информацию в счетную палату, это сколько договоров социального найма в мэрии заключила период 6 тысячного года по 2020 году. И ей ничего не ответили. Как вы до этого не отвечали? Ирина Шубалова, такой коллег, где там был даток, сколько холодных площадей жилых в Москве. И вот с этим, что можно сделать что-нибудь? Ну, не ответственно они никогда не. А требовали... Они... Они никогда не отвечают на те вопросы, которые не хотят. Ну и прокуратура ничего не хочет. Ну а что же нам делать? Выходить, тверстую перекрывать? Дома захватывать, которые построены на бюджетной армии? Я еще раз говорю, мирные акции, без перекрытий каких-то, мирные, но массовые. Массовые акции. Все, другого нет. Вот, и я хочу обратиться к пострадавшим, которые смотрят эфир. Значит, вот это же личное восстание, которое перманентно продолжается на протяжении вот последних десяти лет в той или иной форме. Это перекрытие Тверской. Вы знаете, что ни один политик, ни один крупный оппозиционер не позволял себе никогда перекрыть Тверскую. В 16-м году перекрыли женщины на руках с детьми, которых выкидывали из единственного шага, не предоставили заработать. Это были медики, это были строители, другие профессиональные категории, которых выкидывали насильно, зимой, как это мэрия делает, в никуда. И постоянные акции у мэрии жилищных движений все это вы видели на протяжении десяти лет. И Сергей Сергеевич предлагает мирно восставать. То есть мы предлагаем присоединяться к нашей рабочей группе по жилью при МОЗ-ГОЗ-Думе и активно действовать. Замечательно, один из замечательных ситуаций Сергея Сергеевича постоянно, не обходя, как говорится, отказа, работает по этой теме. То есть мы в качестве помощников у него всегда есть. Вещайте либо нам, либо сообщайте Сергею Сергеевичу. То есть давайте организованно требовать прекратить нарушать наши жилищные права. Вы знаете, что заявленная программа реновации, она не реализуется в той мере, которая заявлялась. Гарантии мэра не исполняются по переселению очередников даже, не говоря о том, что заселяют в аварийное жилье людей, когда в дырке в стене зимой там сквозняки в реновационных домах, вынуждает. То есть зимой люди при универсальной температуре в реновационных домах вынуждены жить. То есть ни одна гарантия мэрии не исполняется. Наши требования на фестоле были озвучены в том числе в роспуск правительства Москвы. Желательно, чтобы прокуратура этим вопросом занялась, куда правительство Москвы дебает весь жилищный фонд города Москвы. И значит увольнение мэра и одно из требований было, ну само собой, что встреча с Бастыркиным, который полностью игнорирует тему крошек жилья. У него огромное число обращений со всей Россией. И люди, которые перекрывали Тверскую, они на перекрытии Тверской, стоя по седине Тверской, заявляли, что они перекрыли Тверскую после того, как приучили отписку лично от Бастыркина, что с вами переписка завершена. То есть проблема есть. На чиновников выделяется огромное бюджетное средство, но они свои обязанности не исполняют, включая Бастыркина. То есть либо у нас очень слабый президент, который не контролирует даже высшие, высших чиновников, высшие власти, либо что что тогда. То есть на кого нам надеяться, на кого нам ориентироваться. История износки Бастов была растиражирована очень известными политиками, очень известными журналистами. После Сергея еще немного проблема износки в параде стала широко известна. встретилась с противными членами правительства Москвы, встретилась с крупными политиками. Сергей Сергеевич встретился с Валентиной Матвиенко. И после этого мы я рассказываю о том, как мы встретились с Валентиной Матвиенко по теме того, как издеваются молчатели в общежитии. И мы отправили в 16-й парад телеграмму Путину. День отказала. Кост реагировал на наше обращение. Он встретился в с Валентиной Матвиенко. Я также встретилась с высшим членом высшей власти. Кост передала фотографии непригодного жилья. После этого Путин сделал Лебедянской по-моему заводе заявление о том, что бараки должны быть рассеянные. Но мы видим, что ни бараки не рассеяются, ни очередников не переселяют. Издеваются над многодетными семьями. То есть многодетные семьи, как Нови Любининской, Новодетича, Новосибарконовской 17, выкидывают, трэшат многодетных очередников НВС, где три садьбе полет садьбе полет Толстого рядом строят гигантские чудовищные форексы. Будет интерес, 8 часов около музея садьбе Толстого Тимура Фрунга или Фрунгенского или Пальполь Фрунга Будет жители мирович? Да, мы жители там собираем восемь вечер, там чудовищные вещи. Собрание путешествует? Да, все вечно. Спасибо. Когда будет сегодня, Сегодня вечером Тимура Фрунга 11 или легко найти музею Садьбе Толстого садьбе Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Так, друзья, ну все, мы завершаем трансляцию. Тут очередники Москвы и жители общежитий возле Мосгордумы и к ним выходил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.